2 миллиарда тенге на развитие бизнеса. С начала года больше 600 североказахстанцев воспользовались государственными займами через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. Низкие процентные ставки, субсидии на приобретение техники и расширение бизнеса. Подробнее о преимуществах госпрограмм в следующем сюжете. Сельскохозяйственный кооператив «Алексия» в селе Налобина появился в прошлом году. Теперь каждое утро председателя начинается со сбора молока. Местные жители привозят его сами или доставляют на молоковозе, а затем помещают в танкер-охладитель. Он вмещает до тонны продукции и помогает сохранить ее свежей в течение двух суток. Купить необходимую технику стало возможным благодаря господдержке. В апреле председатель СПК «Алексия» Виктор Вусаты оформил кредит через фонд финансовой поддержки сельского хозяйства. 8 миллионов тенге на приобретение оборудования. Тогда же предприниматель взял анализатор молока. Теперь каждую партию проверяет на соответствие стандарта. Надо было подождать пару минут. Анализ молока. Анализатор показывает. Жир 4, 2,8. Плотность 3,1. Это соответствие молока первому сорту. Виктор закупает молоко по 90 тенге. Сдает по 95. На завод маслодел раз в два дня. Летом собирали до полутон из сырья. Сейчас каждая партия составляет около 370 литров. Работают в СПК и над увеличением поголовья скота. В прошлом году Виктор приобрел на свои средства двух быков-производителей сементальской породы. Теперь на пастбищах кооператива 116 голов КРС. В планах заняться и развитием мясного направления. На будущее. Сейчас последнее остается освоить субсидирование молока. Последнее. Это надо создать откорм-площадку. Низкие процентные ставки кредитования, субсидии на покупку оборудования и выгодные цены при реализации продукции. Объединение в кооперативы открывает перед сельчанами большие возможности. Всего с начала года господдержкой воспользовали 683 предпринимателя. На развитие бизнеса они получили больше 2 миллиардов тенге. По программе развития сельскохозяйственных кооперативов на 2016-2017 год профинансировано 304 проекта. Из них по программе РС профинансировано 230 проекта. По программе Береке профинансировано 40 проектов. И также по программе Антамак профинансировано 32 проекта. Еще больше 300 североказахстанцев получили займы по программе развития продуктивной занятости и массового предпринимательства. Основное направление деятельности – животноводство. С начала года в филиале Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства одобрили 206 таких проектов на 543 миллиона тенге. Алина Боржанова, Желдисбек, Ермуканов. Новости МТРК.